Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим о психологии, психологии популярной, которая полезна для каждого из вас, из нас. Всем нам, короче говоря, это очень полезно послушать. Я заметила такую тенденцию и по себе, как по родителю, если вы не знали, родители, конечно же, при рождении ребенка у женщин увеличивается тревожность, это практически 100%. Что такое тревожность? Это переживание. Вообще, не буду выглубляться сам в этот термин, в это понятие, но у матери появляется больше переживаний, естественно, за жизнь своего ребенка. Это еще бывает, потом с возрастом не меняется. И, к сожалению, вот эта тревожность, она нам присуща, приобретенная от наших родителей. Или родители нас так научают, мы с этим живем, и мы в итоге, повторяя все это, можем перекладывать на своих же уже детей. В Турции, к примеру, очень тревожные папы. Есть такая категория, в России мужчины поспокойнее в этом плане, но в Турции над детьми трясутся, особенно папы. Общаются они, естественно, как и наши мужчины, гораздо меньше с ребенком работы, все такое, но когда вот эти минутки общения бывают, очень сильно трясутся. И я прекрасно, как психолог, понимаю, что эта тревожность, она научена им с детства, она переложена от их родителей, и они это видят как пример. И турки, в принципе, они очень тревожный народ, у них это из поколения в поколение идет. Почему родители перекладывают свою тревожность на детей? Почему мы это делаем? И почему ваши родители с вами поступали точно так же? Потому что, когда мы перекладываем эту тревожность, мы немножко снимаем с себя ответственность, мы говорим, что сейчас ты там упадешь, да, ты каким-то образом переживаешь, заботишься, предупреждаешь ребенка, и вроде бы я предупредил, допустим, пример, да, ребенок бежит, ты знаешь, что он сейчас споткнется, запнется, ударится во что-то, в итоге он упадет и будет плакать, ты его предупреждаешь, тем самым снимая с себя ответственность. На ребенка тревожность ты перекладываешь, ты должен опасаться, ты должен бояться, да, мы же закладываем такие мысли, тебе будет больно. Но чем дети хороши, то что, когда они рождаются, начинают развиваться, у них вот этих стопров, ограничений и тревожности, по сути, нет. Они ничего не боятся, они бесстрашны. И вот это вот ощущение бесстрашия, что я могу все, мне весь мир просто по колено, я могу, ничего не существует невозможного. Это главное классное качество, которое родители нам заглушают, и только у единиц, скажем так, остается это чувство, либо в связи с какими-то обстоятельствами жизненными, переживаниями и так далее, с самым познанием, изучением, ребенок потом обратно может вернуться в это состояние, поверить в себя, и в будущем, когда он станет взрослым человеком, либо у взрослого такие уже понятия, да, происходят в другом возрасте. Короче говоря, вот это ощущение, мне все можно, я все могу сделать, я бесстрашный, это остается, и такие люди добиваются успеха в нашей повседневной социальной жизни вокруг нас. Это люди, которые, например, не боятся рисковать, открывать бизнес, брать какие-то кредиты на бизнес, куда-то вкладываться, когда, да, говорят, ой, ему повезло, смотрите, он так вовремя вложил деньги, у него в его бизнес возрос, да, и, как правило, когда большие затраты, большие риски финансовые, многие от этого отворачиваются, боятся. И успешные, богатые люди, это те, которые когда-то не побоялись сделать тот шаг, который боятся сделать другие. И я к чему веду сегодня, к тому, что, по сути, вся жизнь, как всегда я говорю, в ваших руках, все зависит от вас. Если у вас родители с детства вам перекладывали тревожность, либо вас не верили, или остерегали, наши родители, и мы в том числе, я, как родитель, по сути, да, мы вкладываем нашим детям, нам, почему мы это делаем, нам удобней управлять ребенком таким образом. Мы перекладываем тревожность на него, навешиваем, мы его остерегаем, нам так спокойнее, чтобы мы не переживали. Но тем самым мы немножко сковываем нашего ребенка в действиях, да, мы не даем ему полной грудью позволять делать то, набивать свои шишки, ошибки какие-то, потому что мы за эти шишки ошибки, и в итоге будем переживать как родители. Нам это удобно. И очень у многих родители учат, да, не высовываться, быть как все, что у нас еще какие-то такие прям самые-самые базовые, смотри, у других может быть хуже, у тебя все не так плохо, да, не надо менять свою жизнь, стремиться к чему-то лучшему, у тебя могут быть из этого проблемы, что идет сопротивление, да, а ты живи вот так, гладенько, не высовывайся, как все, не надо ничего добиваться, у тебя есть средняя зарплата, средненько ты живешь, не прыгай выше головы, или у тебя это не получится, или родители не верят, или близкие не верят там в какой-то бизнес, еще в что-то, в какие-то начала, которые, это очень влияет, конечно, человек сам принимает решение, как вести себя, да, делает выводы, но это такое внимание общества, родителей, семьи, оно очень сильно влияет на принятие этих решений, и человек, если нерешительный, он все-таки этого и не предпримет, и он этого не сделает в итоге, да, он не пойдет на этот шаг рискованный, когда, если бы он никого не слушал, он бы это попробовал сделать, да. Если вам хочется, я даже не то, что говорю хочется, а я вас призываю прыгать выше своей головы, только прыгая выше, чем все, выпрыгивая, единицы, которые это делают, добиваются чего-то больше, потому что даже сам прыжок, это уже больше усилий, чем все вокруг, когда идет на одной все линии, да, ты уже высовываешься, ты уже предпринял действия, это просто законы физики простые, да, я предпринял, я больше получу. Да, может не получиться, ты можешь проиграть, ты можешь потерять, ты можешь там разориться или еще что-то, но ты будешь расхлебывать последствия и думать, ну, у тебя будет ощущение вот этого успокоения, но я попробовал, да, не получилось, но я попробовал, я понял, например, не мое, я должен заниматься чем-то другим, но я попробовал. Чем каждый день жить, тосковать и быть в таком угнетенном состоянии и думать, ах, а если бы я вот это тогда-то предпринял, там, не знаю, деньги вложил или еще что-то сделал, или пошел куда-то там учиться, как бы моя жизнь сложилась, какая бы у меня была судьба, да, и ты за дни в день живешь с этим тягостным ощущением неудовлетворенности того, что ты не попробовал. Не надо бояться пробовать что-то новое, потому что все открытия, все грандиозные достижения происходят людьми, теми, кто просто не боится, у кого с детства вот это остается, мне все море по колену, мне бесстрашно это делать, в меня никто не верит, да наплевать, я верю сам в себя. И вы должны всегда помнить, что ваша жизнь – это определенный отрезок времени во Вселенной, и он вот такой, ни больше, ни меньше у вас не будет, ну, максимум, там, сто лет у вас есть. И вот в этих временных рамках, если ваша душа просит, ваш, там, характер, вы эмоциональный, например, человек, да, вам хочется что-то достигать, чего-то больше, чего-то другого, пробуйте, потому что другого временного промежутка вам не дано. И как вот, если брать вот такую горизонтальную плоскость, вот как вы будете прыгать, извиваться, что в вашей жизни будет происходить, от вас зависит. Кто-то плывет по течению так ровно, прямо, не высовывая головы из воды. Да, эта зона комфортно не разрушается, это удобно, это хорошо, никаких лишних эмоциональных переживаний, но это скучно, ничего особенного, ничего великого не произойдет, пока вы не будете нарушать зону комфорта, действовать вне этой зоны и пробовать. Любое ваше начинание, уже поступок того, что я поступаю не как все, ваш любой риск, это уже оправдано, потому что вы удовлетворяете свою потребность, потребность этого риска. Люди, которые боятся, говорят, ой, ну у меня уже, например, там, семья, дети, я за них несу материальную ответственность, я не могу так рисковать, но желание вот это внутри чего-то, да, нового, открытие какого-то, оно есть. В данном случае это звучит как оправдание своего бездействия. Окей, если ты боишься рисков, вот на самом деле, если так смотреть, подготовь какую-то финансовую подушку для своей семьи, для своих детей, тогда бери и рискуй, фото, безопась их, всегда есть выход из ситуации. А когда человек говорит, я просто сяду свешу руки, у меня руки типа связаны, ты сам себе их связываешь, никто тебя не держит никогда. И я к тому, что если ваши родители вас с детства воспитывают, не высовываются, ничего не предпринимать, да ты так средненько живешь, да и хуже еще люди живут, равняйся на тех, кто хуже, ты так всю жизнь и проживешь. В каком-то убытке, недостатке, в негативных эмоциях, на минусах эмоциональных. Зачем тебе это нужно, когда ты тут же можешь все менять и жить в плюсе, в удовольствие себе, так, как ты хочешь. Накладывают, когда на вас чувство вины, ваш муж, дети выросшие, может быть, уже маленькие, просто так не умеют сделать, ваши родители и говорят, ты эгоист, ты думаешь только о себе, ты хочешь перемен в своей жизни, ну ты не думаешь, у тебя же уже есть семья, но семья также, например, у вас есть там дети, муж, они могут с вами вместе меняться, вот в чем прикол. Они также должны быть готовы к каким-то переменам вместе с вами. Если ближе не ваш партнер, не готов к переменам, да просто не ваш партнер. Вы изначально, значит, разные, вы смотрите в разных направлениях, в разными целями, с такими людьми расстаются. Просто человек по жизни отпал, он не с вами по пути идет, и это нормально. Он не готов меняться, он другой, а вы готовы, вам этого хочется. Конечно, вы решаете менять свою жизнь, так как я живу амебой, и либо, ну, не отвечаю на свои внутренние запросы, не задаюсь, что я хочу, не делаю, как я хочу, либо вы как-то меняете свою жизнь, еще достигаете, что-то делаете. Но это видео сегодня для того, чтобы вы поняли, ничего там страшного нет. Только пробуя что-то новое, прыгая выше своей головы, с всей толпы, вы чего-то можете добиться, пока вы плывете по течению, ничего не изменится, ничего не добьетесь, ни кем вы по сути экстра чего-то, что вы хотите, не произойдет, ни кем вы не станете особенным. Ваша жизнь особенная тоже не будет, она не изменится. Поэтому надо пробовать и делать. Если вас осуждают, не поддерживают ваши взрослые родители или еще кто-то, просто не обращайте на них внимания, и все. Потому что они боятся, понимаете, они просто за вас боятся. Может быть агрессивное противостояние, блок какой-то от ближних ваших, потому что они не хотят менять свою зону комфортно, если их зона задействована с вашей вместе. Да, ваша жизнь изменится, их тоже как-то им комфортно. Поэтому они пытаются на вас воздействовать, чтобы и вы не высовывались, и вы так сидели, чтобы за вас либо не переживать, либо не нарушать свои маленькие меры. Не высовывайся. А высовываться или нет, уже решение принимаете вы. Но я вам хочу сказать, что если вам нужен волшебный пентель, это видео именно такое. Если не вы, то никто за вас это не сделает. И сколько бы вам лет не было, никогда не поздно менять свою жизнь в лучшую сторону, менять качество своей жизни, жить в свое удовольствие, потому что жизнь просто ваша, а не чья. У каждого своя жизнь, каждый сам за нее везде отвечает. Вы отвечаете за свою. Если вам нехорошо, вы несчастный человек, не наслаждаетесь жизнью, не бойтесь свою жизнь менять, и вы получите это счастье и наслаждение. Вы будете удовлетворенным человеком. Жду ваших комментариев на эту тему. Пишите, как вы, может быть, меняли свою жизнь, что-то интересное на эту тему. Или вы задаваете вопросы, предлагаете новые темы для видео. Спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok